19 января христиане отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день во всех славянских храмах прошли торжественные молебны, а в поселке Забойском и хуторе Прикубанском оборудованы крещенские купели. Были ли желающие окунуться в святую воду, узнали наши корреспонденты. Тему продолжит Анна Монастыренко. Торжественные службы в храмах, посвященные великому празднику Крещения, начались утром 18 января. На богослужение в храм святителя Николая Чудотворца хутора Прикубанского пришли жители и казаки. После богослужения все отправились на реку Кубань, на берегу которой под открытым небом прошла торжественная литургия. И чин освящения воды. Протеерей Владимир Болюх благословил всех собравшихся на омовение. Впервые крещение или по-другому богоявление верующие начали отмечать еще в III веке в память о том, как Иисус крестился в водах Иордана и явлении миру Пресвятой Троицы. У нас Иордана нет, зато есть Кубань, которая после троекратного опускания в нее православного креста тоже стала святой. В этот день видоизменяется вода, и сам Господь благословил все воды земные. Потому что каждый православный христианин старается в этот день поражиться с этой водой, чтобы потом течение вода не болел. Я сам заметил, когда поражаюсь в воду святую, тем более, что я купался в воде, где минус 25, я замечал только, что уже какой год не болею. Поэтому дай Бог всем поражиться в этой святой воде. Желающих окунуться в крещенскую воду и тем самым очистить душу и тело среди славянцев оказалось достаточно много. Для них силами администрации прикубанского сельского поселения, казачьего общества и неравнодушных жителей на берегу реки была оборудована комфортная зона подхода к воде и установлена красивая деревянная купель. Среди купающихся были и дети. Миша Дроголёву всего пять лет. Холодная вода не испугала малыша. В следующем году он пообещал тоже окунуться в крещенскую купель. Хорошо, вода холодная. Просто холодная, перехолодная. Чувствую хорошо теперь себя. Будешь ещё купаться также на крещение? Да. Погода в этот день выдалась не по-крещенски тёплой. Температура воздуха была плюсовая. Но зима есть зима. А потому воду в реке комфортной назвать ну никак было нельзя. Всего чуть более 4 градусов. Однако желающих искупаться в крещенской купели это не останавливало. Одним из таких смельчаков оказался житель Славянска на Кубани Виктор Петренко. Прекрасно. Как ощущения? Попробуйте, узнаете. Первый раз купаетесь или постоянно? Нет, год или пять раз уже купаюсь. Для переодевания купающихся на берегу были развернуты палатки. Чтобы согреться, люди могли попить горячий чай с бубликами и пирожками. Омовения верующих продолжались до позднего вечера. Место вокруг крещенской купели было украшено яркой иллюминацией. Постоянно дежурили спасатели и медики. Стоит отметить, что троекратное опускание в воду на крещение – это не просто купание или закаливание. Это глубокий религиозный обряд, к которому надо подходить очень трепетно и, конечно же, заранее готовиться. Считается, что, окунувшись в крещенскую купель, люди смывают себя накопившиеся за год грехи. Но и, несмотря на холод, никогда после этой процедуры не болеют. Анна Монастыренко, Сергей Тимовский, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует...